Архангельский водник провел очередной матч в российской суперлиге. На родном льду желто-зеленые принимали Кемеровский Кузбасс. Из-за погодных условий встреча получилась тяжелой для обеих команд. Подробности игры в материале Михаила Меньшанина. Встреча водника и Кемеровского Кузбасса получилась игрой, где обе команды действовали вторым номером. Ставка тренеров на оборону и сильный снегопад сказались на результате первого тайма. Соперники обменялись голевыми моментами, подали 9 угловых на двоих, но забить не смогли. Игра шла до первой ошибки, в итоге ее совершил водник. Во втором тайме Иван Козлов валит соперника в штрафной, а назначенный за это пенальти реализует Вадим Стасенко. Отыграться в таком матче было тяжело. Снегопад усилился и темп игры еще упал. Играть низом стало сложнее и пошел расчет на стандарты и забросы, откуда и пришли голы водника. Сначала после передачи Тюкавина ошибается вратарь Кузбасса Сергей Морозов, чем пользуется Александр Антонов. А на 71-й минуте Евгений Дергаев вбивает мяч в сетку после углового. Удержать завоеванные преимущества желто-зеленые не смогли. Уже через минуту защитник кемеровчан Семен Козлов воспользовался неразберихой перед воротами водника и сравнял счет. Больше команды не забивали. Самый яркий эпизод концовки случился на 90-й минуте. Голки перводника Михаил Шиляев, который вернулся после травмы, вытащил практически мертвый мяч из верхнего угла. До одной ошибки идет это. До одного момента кто ошибется, тот и проиграет. Вот в чем причина. Снег там вообще во втором тайме, в глаза там стоишь невозможно. Еще в ту сторону это и как бы плохо была видимость мяча. Результаты мы недовольны. Мы на победу играли. Итоговый счет 2-2. Равный результат подкрепляет практически равная статистика. Могли выиграть, но в пустые ворота не попадаем. А так, интересная игра. Правда, погодные условия не дали показать. Именно красивый комбинационный хоккей. Борьба была. Результат закономерен. После семи матчей команда Николая Яровича набрала 10 очков и пока на седьмом месте в турнирной таблице. Следующая игра уже в это воскресенье. На стадионе «Труд» водник сыграет Сипсельмаша. Михаил Меньшенин, Денис Линчевский, «Регион-29».